Ребята, привет! Я сегодня без долгих предисловий. Сегодня мы с вами готовим офигительную просто фокаччо, жемчужину моей коллекции. Фокаччо будет высокая, пышная. Её можно разрезать на две части по вдоль и начинить тем, чем вам нравится. Либо прошутто, либо сыром, либо... Ну, что позволяет вам фантазия? Тесто высокой гидротации, довольно-таки жидкое. Ну-ка, с ним работать, я вам покажу. Рецепт шикарный, рабочий, как многие мои рецепты, если вы уже заметили. Можно использовать в домашних пекарнях, в небольших рабочих прям пекарнях. То есть даю вам абсолютно бесплатно. Мой канал не монетизированный, и я за это ничего абсолютно не получаю. Я получаю радость, когда вы пробуете мои рецепты, и у вас всё получается. Ну что, приступим к тесту. Нам понадобится 680 грамм муки. То есть порция большая, хороший такой большой противень получится. Мука у меня сильная. То есть я использую сильную муку специально для пиццы, плюс профессиональную муку для хлеба. Я не знаю, конечно, сколько она там по протеинам, но в районе, наверное, 13-12 точно. Поэтому здесь осторожно, мука сильная, так как тесто у нас будет жидко-высокой гидротации, что требует муки большей силы. Далее, 2 столовые ложки мёда, 9 грамм свежих дрожжей, это не сухие, это свежие дрожжи, 9 грамм. 14 грамм соли и 482 миллилитра воды. Грамм миллилитра. Я использую холодную, потому что я буду делать сейчас с тестами, если вы используете тёплую. Про воду скажу сразу. Так как у меня мука сильная, то есть у неё поглощение воды больше. Я не знаю, как будет у вас мука, поэтому я вам советую где-то 50 грамм отложить, отлить отдельно, в отдельную ёмкость и использовать меньшее количество изначально. Потом будете уже ориентироваться по густоте теста. Это вам мой совет, потому как я уже делала много-много раз эту фокаччо и не знаю, как реагирует мука. Итак, приступим к тесту. Сейчас просеиваю муку, кладу дрожжи в воду и поехали дальше. Да, я забыла сразу сказать, нам понадобится 2 столовые ложки оливкового масла. Итак, муку я уже просеяла в чашку для тестомеса. Вы можете использовать планетарный миксер, допустим, для замеса с насадкой крюк. Либо вручную, в той же последовательности практически, что делаю я. Здесь у меня уже дрожжи растворены в воде. Сейчас я добавлю воду в муку и мы перейдём к тестомесу, зону тестомеса. Итак, наш тестомес готов к работе. Я перешла у меня, потому что тестомес, он, во-первых, очень-очень тяжелый, его невозможно носить. То есть, у меня специальная комната для него, то есть, со всеми моими причиндалами аппаратуры кухонной. Не очень удобно снимать, но ничего. Так, вливаем воду. Я, скорее всего, тоже не волью всю, чуть-чуть оставлю. И начнём замес. Сейчас сразу могу положить туда мёд. Добавим сразу две столовые ложки мёда. Так, одна. И вторая. То есть, вот как раз. Всё. Всё, и начинаем замес. Постепенно увеличиваю скорость. Точно так же делайте руками. Замешивайте руками. После моего тестомеса я вам покажу, как это будет всё делаться руками. Пока я лентяйка, делаю машину. Так, почему я всё-таки использую воду холодно? Потому что машина, вот в профессиональный тестомес, тесто нагревается в результате механического вот этого воздействия. Поэтому используется вода именно холодная, даже ледяная, со льдом. То есть, если делайте руками, абсолютно тёплую воду используйте спокойно. Так, как видите, вся уже наша мука вобралась практически. У нас уже сформировался такой вот комочек. И на этом этапе можно добавить соль. Пусть смесит. И сейчас, когда в соль вберётся, я буду добавлять оставшуюся нашу воду. Постепенно, постепенно смотреть консистенцию. То же самое, если вы делаете вручную. То есть, воду добавлять не страшно в тесто. То есть, это принцип производства теста пиццы. Пицца неаполитанская, профессиональный метод. Поэтому не бойтесь, если густой, сразу добавлять потом воду. Единственное, что руками будет тяжеловато это делать. Ну, что делать? Вот так идёт у нас процесс. Так, сейчас поймаем фокус. Добавляем воду постепенно. Вобралась одна партия воды. Добавляем вторую. По чуть-чуть, буквально по столовой ложке. Из меня уже практически вся вода ушла. И я так думаю, мы будем в этой норме, которая объявлена. 482 мл. Так, ребят, я на секунду вам остановила машину, чтобы показать консистенцию теста. То есть, оно и не густое, но достаточно жидкое. Но не такое, что течёт прямо. То есть, оно сейчас, когда выработает глютейн, будет гуще. Образуется мускул и будет более упругое, более густое. Видите, какая текстура сначала? Такая творожистая. Потом всё будет гладенькое. Ну что, продолжаем дальше. Обратите внимание, как оно расположено под чаши. И что будет с ним происходить потом. Держу вас в курсе. На этом этапе, после введения всей воды, вливаем оливковое масло. Пару столовых ложек. Делаю это на глаз. Там ничего страшного. Две-три бухнете. Ничего особо не изменится. И продолжаем уже до готовности вымешивать. До развития глютена, клейковины. Смотрите, как изменяется тесто. Оно уже скучковалось и начинает отходить постепенно от стенок. Начинается процесс закрытия теста. Видите, максимальное развитие клейковины. То есть оно соберется всё в один ком и отойдёт от стенок. Видите, процесс пошёл. Напоминаю, что делаю в тестомессии. Тесто не должно превышать 24 градуса. 25 максимум уже купил. Ну вот, процесс практически завершён. Это как раз момент закрытия теста. Физуре де лимпас. Вот так выглядит наше тесто. Видите, оно уже гладенькое. Не такое бугристое, как было раньше. Хорошо вымешанное, собрано. Ну что, смотрим, что за красота у нас получилась. Достаю наше тесто. Руки мокрые, в воде. Доску смочила. Посмотрите, какая красота. Гладенькая, прям как моцарелла. И теперь я вам показываю, кто вымешивает руками, как вымесить тесто жидкою руками. Смочу ещё раз. Вот таким вот методом. Stretch and Fold. Подняли, сложили. Подняли, сложили. Но у меня уже, видите, мускулообразом. Мне тяжело показывать, потому что оно уже мускулистое. То есть подняли, сложили. Подняли, сложили. То есть оно у вас будет жидкое. Даже может быть убегать практически с рук. Ну, видите, уже мускул здесь у меня. Поэтому у вас будет растягиваться хорошо, и вам хватит на сложение этой длины. Понятно объяснила? У меня уже мускул сформированный, оно уже не складывается. То есть оно уже готово. Ну, процесс вот такой вот. Подняли, сложили. То есть растянули, сложили. Stretch and Fold. Вот таким образом можно вымешивать жидкое тесто. То есть высокая гидротация. Сейчас я его только подкатаю. Оно уже готово. Подкатаю. Так, печатаю. Мисочку я смазала маслом. Тесто подкатала. Всё отлично. У нас перекладываю чашку. Накрываю плёнкой. И оставляю на 20 минут. То есть мы будем делать 3 сложения с интервалом 20 минут. То есть далее я вам покажу, как делать. Сейчас оставляю на 20 минут. Олекса, витит таймер в 20 минуте. В 20 минуте. Охотили давно. Первые 20 минут прошли. Делаем первое сложение. Поднимаем. Даем ему спуститься. Подворачиваем. И теперь переродикулярно опять же поднимаем. Спустилась. И положили. И чуть-чуть округлить. И снова ставим в тёпленькое место. На 20 минут. Итак, ещё 2 раза. Наше тесто подошло. Так оно уже выросло. 2 раза. Сейчас мы будем его перекладывать на противень. И нам понадобится вот такая вот болтушка. То есть это смесь воды с оливковым маслом. Половину на половину. Где-то часть воды и часть оливкового масла. Можно добавить сюда немножко соли. Это нам пригодится для смазывания поверхности фокачки. Готовим противень. У меня вот такой большой. Потому что я буду печь сегодня в духовке на дровах. То есть оно здорово. Смазываем. Смазываем хорошо. Обильно не жалеем. То есть у меня масло оливковое. Вы можете использовать растительное. Смазываем хорошо. Тесто жидкое. И приклеивается. Как сказать. Припекается. Поэтому тут надо работать хорошо. Обильно не жалея. И теперь. Вот руки у меня сейчас в масле. Смазываем маслом. И перекладываем тесто на наш противень. Беру его вот так. Тесто пушистое. Видите какое податливое. Мягенькое. И его растягиваем. Растягиваем. Я даже его приподнимаю. Чтобы оно под собственным весом растягивалось. Хорошо растягиваем. Стараемся делать равномерно. Но я понимаю, что это тяжело. И растягиваем на весь противень. В вашем варианте. У меня противень больше. То есть у меня бортик останется. Даже ничего страшного. Если оно не будет все это премиум угольным идеально. Желательно соблюсти толщину равномерно. По всему объему. Тут плохо видно. Потому как. Видите какие красивые у нас пузыри здесь. Где пузырь? А где толщина? Здесь чувствую еще уплотнение. Вот таким образом я врастяну. Сейчас покрываем нашей болтушечкой. Вот она у нас здесь. Вот так вот у нас получилось. Сейчас оставляем подниматься. Чтобы она увеличилась практически еще в два раза. Высоту я имею ввиду. В данном случае пленку можно не накрывать. Потому как у нас масло не даст высохнуть тесто. Тесто у нас подошло. Приподнялось. Вот такое вот пышненькое. С пузырьками. И сейчас будем делать с вами углюбление. Смазали руки маслом. И вот такими движениями. Давляющими. Аккуратно. Немножко как бы. Как бы сдвигая тесто. Осторожно. Чтобы пузыри не лопнули. Делаем углубление. Довольно часто. И глубокие довольно таки. После этого. Берем травки. Какие вам нравятся. Я беру ореган. Майоран. Базилик иногда. И разбрасываем по поверхности фокачо. То есть на ваш вкус. Какие травы вам нравятся. Вот итальянские. Кладите. Можно посыпать крупной солью. Тоже очень даже неплохо. Несколько раз у меня сухой майоран. Розмарин у меня свежий. С огорода. И посыпаем. И посыпаем. После чего ставим нашу фокачо в разогретую духовку. До 240 я ставлю. Вы можете на максимум. Выпекается фокачо в среднем где-то 18-20 минут. В зависимости от температуры. Вы следите просто по золотистости. Фокачо подрумяниться. Готово. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok